Добрый день! Мы собрались здесь по теме перспектив интеграции Молдовы в таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество на фоне прошедшего две недели назад в Вильнюсе саммита Восточного партнерства, где Молдова парафировала соглашение об ассоциативном членстве. Небольшое вступление, буквально две минуты. С 2005 года Молдова движется по пути европейской интеграции уже 8 лет. В принципе, все происходящее закономерно, то есть динамично мы движемся в сторону Европейского Союза. И сегодня сложилась ситуация в Молдове, когда большая часть общества данный вектор не поддерживает, но тем не менее обязательства, взятые правительством, руководством страны, они должны каким-то образом выполняться. Что в результате получится, к чему мы придем, мы видим на примере других государств бывшего Советского Союза Республики, государств Восточной Европы, что пока ничего хорошего от этой европейской интеграции нет. Тем не менее, мы идем по этому пути. Что мы должны предпринять, как мы должны, может быть, бороться с этим, может быть, противостоять каким-то образом. Вот на эти и другие темы хотелось бы сегодня предметно пообщаться. У нас находится гость из Российской Федерации, публицист, писатель, общественный политический деятель Николай Стариков. Ему я передаю слово. Мы построим, наверное, наше общение. Таким образом, первично Николай Викторович выступит. И потом, пожалуйста, вопросы. Кто хочет в письменном виде, если нет, с места передадим микрофон и задавайте вопросы. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за честь, которую вы меня оказали, пригласив выступить перед вами. Добрый день, уважаемые коллеги. Саммит Евросоюза в Вильнюсе, неподписание украинским руководцам договора с Евросоюзом и дальнейшее нагнетание напряженности, которые мы сегодня видим на украинской столице. Вот это хорошая почва, хорошая информация для того, чтобы обсудить эти проблемы. Я, безусловно, хотел бы заложить свою точку зрения и точку зрения моих коллег по партии Великое Отечество. Потому что с момента моего последнего приезда в Молдавию в моем статусе произошли некоторые изменения. Если в 2012 году я был как писатель, один из соучредителей общественной организации профсоюзных граждан России, то за прошедшее время мы с коллегами очень неплохо обработали, прошли все горнила Министерства юстиции России и смогли с определенной сложностью, но тем не менее зарегистрировать партию с названием «Партия Великое Отечество». Или коротко, нам хочу сказать, очень нравится эта аббревиатура «ПВО». Мне кажется, исключительно положительная возникает ассоциация при этих трех буквах. Что-то, что защищает, что-то, что дает возможность спокойно трудиться. И, конечно, не про нашу партию когда-то писал уважаемый один российский исполнитель, что он служил в ПВО. Но, в принципе, может быть, когда-то и к нашей партии эта песня будет относиться. Ну, это, конечно, что называется в порядке шутки. А на самом деле дела на нашем континенте разворачиваются, в общем, не очень веселые и не шуточные. Достаточно спросить себя, почему активность евроинтеграторов началась именно сейчас? Что такого произошло? Почему такая истерика в случае неподписания Украины договора о евроинтеграции? Ведь, в принципе, ситуация всегда одна и та же. Народ выбирает власть. Эта власть осуществляет политику в соответствии со своими принципами, в соответствии со своими идеями. И ведет страну, народ в ту сторону, в которую обещала вести. Ну, бывают, конечно, нюансы, когда обещают вести в одну сторону, а ведут в другую. Но мы с вами сейчас в эти нюансы углубляться не будем. Если кто-то не согласен с действиями руководства, у него есть целый набор принципов демократического протеста, если так можно сказать. Можно агитировать людей, и на следующих выборах та власть, которая не осуществляет необходимую политику, она проиграет. Есть возможность митинговать, устраивать пикеты. Ну, в общем, целый спектр. Но мы сегодня видим на Украине, что происходит формально, ну, абсолютно, правильно я сказал президент России, погромы. Неповиновение, драки с милиционерами, избиение милиционеров, бросание в них камней. Если вы помните, и видели кадры, прямо на тракторе пытались атаковать милицию. Ну, что это такое? Это форменный бандитизм. Я думаю, что Уголовный кодекс любого государства попытку на тракторе наехать на милиционера при исполнении служебных обязанностей трактует как уголовно наказуемое деяние. А если при этом милиционер получает какие-то травмы, не дай бог, то это уже очень серьезное преступление. Украинские милиционеры получили серьезные травмы в результате действий так называемых мирных демонстрантов. Если бы такие же мирные демонстранты, ну, например, в Париже протестуют против закона, который был принят недавно во Франции о разрешении гомосексуальных браков, да, огромное количество французских граждан выступает против этого. Я думаю, что в Молдавии число несогласных с таким решением было бы тоже очень большое. Безусловно, и в России огромное количество людей никогда в жизни себе даже в страшном стене такой ситуации представить не может. Но во Франции этот закон принят. Вот несогласные люди захватывают государственные здания, сбрасывают памятник какому-нибудь французскому деятелю, кидают камни в полицию, избивают полицейских. Что бы произошло в Париже? А что произошло бы в американской столице, если бы попытались захватить Белый дом, мирные демонстранты? И при этом избивают цепями полицейских. Если бы они при этом попытались сбросить статую какого-нибудь американского президента. Я думаю, что мы с вами можем быть абсолютно уверены, полиция открыла бы огонь. Огонь на поражение. И она была бы оправдана в соответствии и с французским законодательством, и в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки. Для нас это очевидно. Но почему-то средства массовой информации Запада пытаются навязать иную точку зрения к точно таким же событиям, но только в другой стране. В данном случае на Украине. Это значит, происходит на наших глазах попытка подмены понятий. Потому что уголовное право, оно универсальное. На представителя власти, на полицейского или милиционера нельзя нападать, нельзя оказывать ему сопротивление, нельзя наносить ему какие-то травмы. Это в любом уголовном кодексе считается тяжелым преступлением. Поэтому информационная война и ее попытки для нас абсолютно очевидны. Давайте спросим себя, почему это происходит именно сейчас. На Украине в 2004 году к власти пришло абсолютно прозападное правительство во главе с президентом Ющенко. Почему документы по так называемой евроинтеграции не были подписаны именно тогда? Что Ющенко был бы не готов их подписать? Нужно было бы его долго уговаривать? Никаких причин для неподписания этого договора не было. Кроме одного. В тот момент это было не нужно. Не нужно Западу. Потому что если мы возьмем с вами вот эти так называемые договоры о евроинтеграции, мы увидим, что там, во-первых, договоренность очень странная, во-вторых, ни о какой евроинтеграции речь не идет. Это большой миф. Когда говорят, что Украина, Молдавия, другие государства, например, Грузия будут интегрироваться в Европу, то, во-первых, хочется спросить, о чем идет речь? Неужели о географическом понимании? Так Украина, Молдавия и Россия тоже находятся в Европе. Что произойдет? Произойдет перемещение во времени пространства? Конечно же нет. Читаем договоры дальше. Евросоюз ничего не должен. Он делится своими ценностями. Но ценностями, вы понимаете, в понятии нематериалистическом. Что это такое? А какие такие ценности есть в Евросоюзе, которых нет у нас с вами? Нет в Молдавии, нет на Украине, нет в России. Любовь к родине? Есть. Любовь к своим родителям? Есть. Уважение к своей истории? Есть, несмотря на все попытки ее фальсификации во всех государствах, которые есть. Что такого есть? А вот чуждые ценности нам пытаются навязать. Например, те же самые гей-парады и так называемая толерантность к половым извращенцам. В абсолютно консервативном обществе русской цивилизации всего этого не было. А в моем понимании и Молдавия, и Украина, и Россия не случайно оказались в одном геополитическом образовании. В этом есть всегда определенный исторический смысл. Народы притягиваются друг к другу, если они близки по духу, по истории. И они отталкиваются друг от друга, если они не могут существовать в рамках одного государства. Ну, по разным причинам. Так вот, мы с вами видим, что, собственно говоря, список так называемых этих новых европейских ценностей, он удивительным образом совпадает со списком смертных грехов. Фактически одно и то же. И сегодня, удивительным образом, в Европе Бог и Дьявол как-то поменялись местами незаметно. Потому что то, что раньше было однозначным грехом, сегодня становится некой доблестью. И самое главное, неким обязательным условием для того, что тебя в Европе считали европейцем. Хотя, казалось бы, какой смысл? Ну, давайте вот возьмем в данном случае, конечно же, примером Молдавии. Это будет более более наглядно. Сегодняшние правящие партии, которые как раз ориентируются на так называемую евроинтеграцию, они говорят о движении Молдавии в сторону Европы. При этом Европа заставляет это молдавское руководство принимать законы о терпимом отношении к тем же самым гомосексуалистам. Это полностью противоречит ментальности и истории молдавского народа. Зачем власть, которая и так не особо популярна, принимает решения, которые понизят ее рейтинг? Почему Европа навязывает такие непопулярные решения для тех, кто играет за ее команду, кто старается перетянуть Молдавию в сторону Европы? Можно ведь было, наверное, эти евроценности не навязывать? Ведь главное движение в сторону демократии, как нам говорят, нет, мы видим, что оказывается важнее вот эти законы. Почему? Потому что главное не всегда материально. Оно может быть не очень заметно, но тем не менее нужно разлагать народы, разлагать общество, разлагать семью, делить, атомизировать. Согласно старой римской поговорке разделяй и властвуй. Если мы с вами вот отбросим в сторону любые идеологические какие-то предпочтения или симпатии, мы увидим такую нелицеприятную правду. Сегодняшняя политика Запада это деление человечества, народа, семьи и так далее, и так далее, и так далее до отдельной единицы. Нужно, чтобы никто не был не объединен никакими признаками, не чувствовался частью какого-то народа, частью какой-то цивилизации, частью какой-то семьи. Итогом всего этого страшного списка является уже попытки лишить человека даже пола. Вы посмотрите, сегодняшнее сексуальное воспитание на Западе, которое активно навязывается, в том числе и в России пытаются ввести элементы этого, книги выпускают какие-то жуткие, когда сказки о двух королях, которые полюбили друг друга, значит, мать королевы очень радуется от того, что у нее вот такие замечательные дети. Правда, я не знаю, чего она радуется, династия-то прервется, собственно говоря. По-моему, радоваться нечему. Но, тем не менее, нужно, чтобы человек даже не чувствовал принадлежность к какому-то полу, чтобы человек был потребителем, лишенных каких-либо вообще привязанностей. И привязанность и ценность у него была только одна, деньги, на которые он покупает, 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 покупает. Эта идеология абсолютно прослеживается во всех действиях сегодняшнего Запада. Давайте спросим себя, зачем? Ведь фактически Запад уничтожает и сам себя, он уничтожает ту цивилизацию, которая привела его к достаточно серьезным достижениям и в культуре, и в экономике, и в политике. Но уничтожается и цивилизация Европы, потому что речь идет об уничтожении вообще всего человечества, превращении его в некую массу таких биороботов, которые только будут потреблять, а тот, кто производит деньги и будет властвовать над их душами, умами и над ними самими. То есть, ну, совершенно сатанинская конструкция вырисовывается, причем для того, чтобы понять ее, не нужно уходить в какие-то глубины метафизики, просто посмотрите распоряжение еврокомиссаров в пыльных шлемах, как сказал бы один из советских бардов, и все, все становится совершенно очевидно. Кто производит деньги? Деньги создают частные конторы под названием центральные банки, создают их из воздуха, дальше уже вы видите, что деньги как материальное обоснование чего-то, они уже исчезают. Кредитные карточки, деньги появляются в результате перевода из банка в банк. Если мы пойдем по цепочке производства денег, мы увидим, кто их производит. Их производят банкиры. Таким образом, вся система разрушения государств, народов, семьи упирается в банковскую мировую систему. Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. А к чему эта система привела? К чему она ведет? В итоге, в смысле ее цели мы с вами сейчас обозначили. А что стало результатом этой деятельности? В 1991 году предатель Горбачев и его команда уничтожили Советский Союз. В мире на тот момент был определенный баланс сил. Советский Союз и Соединенные Штаты с союзниками две силы уравновешивали друг друга в мире. И поэтому никаких серьезных военных конфликтов не было после Второй мировой войны. После уничтожения Советского Союза Горбачева мир сразу стал однополярным. Что дало возможность выигравшей стороне, она, я уверяю вас, сама не верила в возможность такого колоссального предательства и такой колоссальной глупости. Потому что одна из сторон шахматной доски просто сама брала все свои фигуры с этой доски. И остались одни белые или черные, как хотите. Кому как нравится цвет победившей партии. И вот 20 лет никто не мешал проводить политику Западу такую, как они хотели проводить. До этого они ссылались на коммунистическую партию Советского Союза, на Сталина, на то, что коммунисты во всем мире мешали им вести человечество к счастью. Но все этого разом не стало. Разве кто-то мешал Соединенным Шестертом Америке союзникам вести определенную политику 20 лет? Да можно было делать, что хотите. Никто не мог ни с военной, ни с моральной, ни с какой точки зрения противостоять. И что произошло? За 20 лет мир стал безопасней. Наступил золотой век человечества, ведь нам же говорили, что именно коммунисты являлись причиной военных конфликтов, противостояния по линии идеологии. Не стало идеологией коммунистической в Советском Союзе. Что произошло дальше? Войны продолжаются. Мы видим агрессии, мы видим нестабильность, мы видим постоянные лихорадки власти во многих государствах, оранжевые революции, происходящие по одной и той же методичке. Почему? Хорошо, но может быть в экономической сфере как-то все благополучно складывается. В экономике то же самое. Серьезнейший кризис не только Соединенных Штатов Америки, но и всего вот этого самого западного мира. Он выражается в цифрах государственного долга. В 2000 году, когда Джордж Буш был президентом, американский госдолг был 1 триллион долларов. Он тоже образовался неравномерно за весь период существования Соединенных Штатов Америки, а вот как раз перед 2000 годом очень сильно наращивался. Но в 2008 году государственный долг США был уже 10,5 триллионов долларов. А сегодня, спустя три года, он уже 17,5 триллионов долларов. То есть колоссальные суммы, и эти суммы начинают все расти и расти и расти. Западный мир живет непосредственно. Это показатель его кризиса. Как Запад готов решать эту проблему? Он решает ее очень странным путем. То есть путем тушения пожара бензина. Если вы видите, и Федеральная резервная система, и Европейский центральный банк, они минимально снизили процентные ставки и начали такие программы, как количество смягчение. Когда просто создается каждый промежуток времени большая сумма денег, а эти деньги идут на выкуп облигаций, которые уже никто покупать не может и не хочет. То есть фактически впрыскиваются денежные определенные серьезные суммы в мировую экономику просто для того, чтобы поддержать ее на плаву. Потому что если эти облигации никто не будет выкупать, весь рынок может рухнуть. То есть фактически увеличивается доза, которую наркоман вкалывает в себя. Сколько это может продолжаться? Это не может продолжаться вечно. Математика включается. Через некоторое время денег для обслуживания американского госдолга, для обслуживания госдолга страны Европы просто физически столько не будет. А если они начнут эти деньги в промышленных масштабах выпускать, деньги обесценятся. Кстати, процесс мы с вами видим. Он замаскирован одним интересным фактом. Обесцениваются все деньги. Если бы деньги сегодня производила только Федеральная резервная система США, а остальные центральные банки вели бы взвешенную мудрую политику, обесценивался бы только американский доллар. Но они все начали как сумасшедшие выпускать деньги и впрыскивать их в мировую экономику. Поэтому не доллар к евро снижается, или не швейцарский франк к евро, а все деньги снижаются по отношению к реальным материальным активам. Поэтому для нас с вами эта ситуация не совсем заметна. Но тот, кто ее организовал, тот, кто рулет ей, он ведь ее прекрасно знает. И вот теперь от этого макроуровня вернемся на уровень Европы. Вы руководители Европы, вы видите тот кризис, который у вас есть. Вы понимаете, что общество всеобщего благоденствия, которое выставляли как витрину для того, чтобы население Советского Союза Восточной Европы захотело и более легко отказалось от своих идеалов, от своей истории, от своего государства, от своей геополитической роли. Такое общество не может существовать, ну просто денег на это банально не хватает. Дальше начинается его плавный демонтаж. Посмотрите, пожалуйста, в последние годы в Европе постоянно в разных государствах увеличивается пенсионный возраст. То есть в Советском Союзе 55 возраст выхода женщины на пенсию, 60 лет мужчины. В Российской Федерации сегодня так и есть. Пожалуйста, два дня назад сообщение в Великобритании в 70 лет будут выходить на пенсию. В других государствах идут в этом же направлении, уже сделали где-то, во Франции тоже. Это ведь не предел. И почему не от хорошей жизни, потому что невозможно обеспечить пенсионное обеспечение на том уровне такому количеству пенсионеров при снижении количества работающих. Тут возникает вопрос безработицы. То есть чем дальше, тем эта система будет испытывать большее давление, большие трудности. Дизбанция будет просто увеличиваться. Значит, выхода два из этой ситуации. Первое, резкое снижение жизни, уровня жизни на Западе, которое идет плавно через повышение пенсионного возраста, через сворачивание социальных программ, через снижение зарплаты, через увеличение безработицы. Ну, это так как ползучее, как бы сказали в советское время, наступление на права трудящихся. Второй способ решения проблемы, более приятный, если так можно выразиться, найти где-либо ресурсы, и эти ресурсы впрыснуть в свою экономику, которая начинает давать сбой. Может ли Запад отказаться от высокого уровня жизни и начать его резко опускать? Нет. Потому что он тогда должен объяснить своим гражданам, что демократия в ее нынешнем западном виде к уровню жизни не имеет никакого отношения. Вопрос в другом. Кто производит ресурсы из воздуха и как он их распределяет? Значит, понижение жизненного уровня на Западе не может произойти так, чтобы ресурсы Запада пришли в соответствии с его возможностями. Грубо говоря, доходы уравнялись с расходами. Остается второй путь получить где-либо ресурсы, выкачать их и влить в свою экономику. Если мы вспомним 80-е годы, мы увидим с вами, что в США и на Западе начинался точно такой же системный дризис. В начале 80-х годов и в конце 70-х инфляция в США была двузначная. Сейчас уже об этом не говорят, уже не помнят. А ведь во времена Маргариты Тэтчер были выступления горняков, серьезные демонстрации Великобритании, Европа улихорадила. Все это было. За счет каких ресурсов Европа тогда устояла, США устояли. За счет предательства Горбачева. Ресурсы социалистического мира, Восточной Европы и самого Советского Союза были выкачаны в обмен на ничего не стоящие бумажки долларов. Сегодня нужно повторить точно такой же вариант для Европы. какая-то проблема. Откуда эти ресурсы выкачать? Поэтому главной целью Европы и Соединенных Штатов Америки было бы повторение крушения российской государственности. Россия большая страна, много ресурсов, нужно эти ресурсы из нее выкачать. И поэтому на рубеже совсем недавнем была произведена в России попытка фактически изменения государственного строя. Любой ценой старались Владимира Путина не допустить на пост президента. Цель этого была очень простая. Нужно было поставить у власти в России тех, кто в очередной раз отдаст свои ресурсы Западу и позволит этому Титанику проплыть еще 20 лет. Это, кстати, ответ на вопрос, почему в 2004-2005 году никто не спешил подписывать соглашение ни с Молдавией, ни с Украиной. Речь шла о попытке получить ресурсы России. И на фоне этих ресурсов ресурсы и Молдавии, и Украины были значительно менее интересным призом. То есть фактически их отложили в сторону, потому что была более важная цель, был более серьезный приз. Не удалось. Проиграли в Москве, власть устояла, вернулись на уровень ниже. Не получается получить ресурсы России, надо получить другие ресурсы, потому что сами-то они знают, что без этих ресурсов дела будут очень плохи. И вот именно в этот момент начинается активная так называемая евроинтеграция. И когда Украина, которая парафировала договор с Евросоюзом, то есть то, что сделала сейчас Вильнюсе, Молдавия и Грузия, полтора года назад Украина парафировала этот договор, но как мы видим с вами, парафирование это первичное подписание. Одно не обязательно подразумевает другое. То есть Украина этот договор подписала, но в итоге не подписала. Истерика, попытки силового давления на власть, абсолютно недипломатичное поведение западных дипломатов, которые выступают на митингах, ходят в колоннах демонстрантов, ну что вообще является просто, на мой взгляд, нарушением Минской конвенции. Потому что дипломаты должны уж точно находиться в стороне от каких-либо событий, которые происходят. Вот что сегодня происходит. Западу нужны ресурсы уже любого государства, которое он сможет выкачать к себе. Что Запад даст взамен? Ничего. Если посмотреть эти договоры, там никаких обещаний, никаких конкретных мероприятий со стороны Запада нет. Только похлопывание по плечу. Вы переложили железные дороги, вывели стандарты, разрешили садамитам по улицам ходить, все, вы молодцы. Но ведь дальше начинается экономическая часть этих соглашений, и она тоже исключительно в одни ворота нацелена. Открываются рынки, вводятся западные стандарты, то есть ГОСТы. Что это означает? Снижение таможенных пошлин приводит к тому, что хлынет дешевые западные товары. Введение западных пошлин, западных ГОСТы и стандартов приводит к тому, что товары, производимые на Украине, в Молдавии, не только не смогут конкурировать с западными товарами, они не смогут быть продаваемы на территории своих собственных стран. Условно говоря, завод, который в Молдавии производит какую-то продукцию, или завод, который на Украине производит эту продукцию, не сможет реализовывать ее, потому что не будет соответствовать этим высоким стандартам на территории Молдавии и территории Украины. А для того, чтобы соответствовать, нужно перейти на новый технический регламент. Это деньги. Вопрос, где их взять? Я затрудняюсь назвать цифру перехода на эти технические рекламенты в Молдавии, но на Украине, украинские ученые посчитали, порядка 20 миллиардов евро. Кредиты 25%. Вы видите, что в сегодняшней ситуации вообще никто кредиты на Украине, кроме Китая, давать не собирается. Ну, для Китая 20 миллиардов, вы понимаете, это вопрос не очень серьезный, и, конечно, это вопрос вызван геополитическими моментами, когда Китай вместе с Россией хочет поддержать неподписание договора со стороны Украины. Но ведь реальное подписание этого договора приведет просто к уничтожению национальной промышленности. Взамен не получается ничего. В этих договорах нет ничего об отмене виз. Общие слова. Стороны будут рассматривать вопросы в сторону движения безвизового режима. Точно такие же договоры в свое время с Евросоюзом подписали от Чили, Турция, Алжир, Тунис. Ну что, там счастье наступило? Турцию приняли в Европу? Нет. Хотя маленький кусочек Турции находится в Европе, да, и фактически ее туда принимать-то особо и не нужно. Но уже сегодня турецкие политики говорят, что это миф. Мы 12 лет назад подписали, нас все кормили обещаниями, морковкой перед носом махали, но никто никуда не примет. Я уже не говорю об Алжире и Тунисе, да, тоже такие, знаете, европейские абсолютно государства. Ну, конечно, нет. То есть Западу он не дать хочет, он хочет взять. Вот что надо понимать. А все остальное, истерика, давление, действия средств массовой информации, это всего лишь дымовая завеса, которая требуется для того, чтобы вот это изъятие ресурса как-то замаскировать. Ничего хорошего, таким образом, мы с вами можем сделать вывод, от подписания договоров с Европой не может быть в принципе, потому что Европа подписывает эти договоры со своими абсолютно четкими прагматическими интересами. Ей нужны чужие ресурсы. Но думать о том, что ситуация иначе выглядит, это, знаете, как, например, думать, что Адольф Гитлер направил армию 22 июня на территорию Украины для того, чтобы накормить украинских детей сало, а не для того, чтобы украинское сало отправить в Германию и кормить им своих солдат. Ну, совершенно такая же ситуация, только без военной агрессии, без солдат, без войны, без стрельбы, а смысл тот же самый. Забрать ресурсы, взамен дать красивые слова, обещания и европейские ценности, которые, в общем, как мы с вами выяснили, ценности, это очень-очень-очень сомнительные. Поэтому есть альтернатива очень, скажем так, слабая. Есть движение в сторону здравого смысла и есть движение в сторону передачи своих ресурсов в чужие руки. Я бы даже не назвал это альтернативой. Если вообще перейти к ну такой вот наглядной аналогии, то мне представляется такая ситуация. Высокный дом. На крыше этого дома стоит Украина, Молдавия. И Европейский Союз тщательно рекомендует прыгнуть вниз. Говорит красивые слова. Ну вы же свободные люди, вы можете сделать этот свободный выбор. Прыжок даст вам ощущение свободы. Ну и так далее. Много красивых слов. Не говорят только, главное, что этот прыжок закончится смертью. Смертью экономики, смертью как государства. У Украины была определенная иллюзия, что неким канатом связанная она с Россией. в Молдавии точно такой же есть. И падение, этот прыжок будет самортизирован тем, что Россия полетит туда же. И вот заявление руководства России о том, что Россия защитит свой рынок, в случае, если ситуация на Украине произойдет по сценарию подписания договора, показывает, что мы просто этот канат готовы отрезать. Если Молдавия подпишет этот договор уже полноценно, произойдет та же самая ситуация. Молдавский рынок откроется западным товаром, и Россия будет вынуждена ввести заградительные пошлины, для того, чтобы эти товары не прошли на рынок таможенного союза. Взаимодействие между нашими экономиками очень серьезное. Я не готов назвать точный процент, сколько российский рынок, рынок таможенного союза составляет для товаров, произведенных в Молдавии. Я думаю, что вы эту цифру знаете лучше, чем я. Но тем не менее, это очень серьезные потери, которые Евросоюз никак не собирается компенсировать. Я уже в момент своего первого приезда в Молдавию слышал от коллег о том, что вместо прекрасных молдавских помидор здесь появляются не очень прекрасные голландские и турецкие. Так и есть. На Украине уже это стало анекдотом, хотя не смешной анекдот. польское сало на Украине. Смешно, казалось бы, но с другой стороны грустно. Вы посмотрите, что сейчас происходит с добыванием так называемого сланцевого газа. То есть, чернозем, великолепные земли. И лишь бы не покупать у России газ, западные компании готовы полностью изгадить эту землю. во Франции запрещают добычу сланцевого газа. Вот буквально несколько, некоторое время назад запретили. Почему? Потому что добыча этого сланцевого газа это колоссально вредная история для природы. Я просто в двух словах скажу. Там будет скважину и дальше туда под давлением закачивают определенную жидкость. Не воду, а целый спектр различных химических веществ. Такой коктейль адский. И вот этим коктейлем разрывают породу для того, чтобы дать дорогу газу. Это и есть метод гидроразрыва. Так вот эта вся гадость закачанная туда химикаты они же никуда не деваются. Они же в газ не превращаются. Они ставятся в земле и они попадают в сточные воды они попадают в питьевую воду. И вот недавно по российскому телевидению показывали репортаж рядом с границей России в Харьковской области поставили эти вышки бурят. Людям ничего не говорят ничего не объясняют. Никаких рабочих мест не создается. Работают исключительно иностранцы. Зато питьевая вода в окружающих деревьях уже перестала быть питьевой. То есть ну это на самом деле колоссальная экологическая катастрофа. Зачем? Есть Россия есть газ в случае вступления в таможенный союз цена на газ будет понижаться. Ну вот только бы не вступать в таможенный союз на власть и Молдавии и Украины и других государств оказывается давление которое любой ценой задача которого не допустить интеграции в таможенный союз и в Российский союз. Почему? С одной стороны как мы с вами выяснили получить ресурсы это раз. Во-вторых все прекрасно понимают что за красивыми словами об экономической интеграции об экономическом сотрудничестве есть совершенно четкая уже интеграция в крупные геополитические образования. и никто не хочет чтобы на месте Российской империи Советского Союза возникло новое геополитическое образование с другим названием построено на тех же принципах равноправия которое было всегда в русской цивилизации и любой ценой сейчас Запад старается это движение это действие заблокировать и не дать ему сознаться. То есть за экономическими выгодами Запада безусловно проглядывают его политические выгоды потому что ситуации когда он единственная сильная сторона и он может вытягивать ресурсы со всего мира он хочет максимально долго сохранить вспомните историю западных стран они всегда кого-то грабили по другому они жить не могут они приплыли в Америку ограбили Америку уничтожили индейцев они рабов негров в колоссальном количестве возили из Африки сегодня так сказать этот грабеж происходит по другому но тем не менее смысл всегда их цивилизация один и тот же они должны у кого-то что-то забрать либо силой либо обманом потому что западные колонизаторы действовали всегда именно этими двумя способами сила понятна а что такое обман в историческом контексте это когда за бусы это за бусы покупают реальные ресурсы что такое бусы сегодня сегодня это красивые слова о свободе о равенстве о выборе о чем-то еще и поэтому когда сегодня украинские протестующие говорят что у них украли мечту то прекрасно президент Путин сказал мечта это конечно прекрасная только многие до нее не дотянут потому что условия которые предлагаются очень жесткие а вообще конечно удивительно наблюдать то что сегодня происходит на Украине потому что массовые демонстрации с требованием уничтожить свою национальную экономику это конечно прекрасное достижение пиарщиков и всевозможных политтехнологов но с точки зрения здравого смысла это уже мне кажется финальные черта такого мне кажется в истории человечества еще не было но с точки зрения